Новое изображение с Марса, 3i Atlas, снова замечен, и на этот раз он не похож на комету. Идеальный светящийся цилиндр, дрейфующий по марсианскому небу, запечатлен марсоходом. Никакого пылевого шлейфа, никакой фрагментации, просто структура. Хочется воскликнуть, вы понимаете, что происходит прямо сейчас, в это трудно поверить. Но что же мы на самом деле здесь наблюдаем? Давайте разбираться. Недавние фотографии межзвездной кометы 3i Atlas, сделанные во время ее максимального сближения с Марсом, по понятным причинам вызвали бурное обсуждение в сети. Пользователи социальных платформ активно строили предположения о природе и происхождении объекта, обращая внимание на его необычную форму. Да, это действительно так. Марсоход NASA Perseverance запечатлел комету, пролетевшую по ночному марсианскому небу. Она попала в поле зрения правой навигационной камеры аппарата, находящегося в кратере Джезера. Эти снимки были опубликованы NASA в формате RAV. После публикации кадров в сети появилось множество любительских рендеров. Именно необычный вид 3i Atlas на некоторых снимках, в частности ее вытянутая форма, стала причиной появления новой гипотез о том, что объект может быть чем-то большим, чем просто комета. Некоторые пользователи даже сопоставили форму 3i Atlas с изображением древнего наскального искусства, где встречаются вытянутые эллиптические фигуры. Несмотря на все теории, объяснение оказалось гораздо прозаичнее. Вытянутая форма на снимках не отражает реальную структуру кометы, а является артефактом, вызванным ее движением во время длительной экспозиции. Дело в том, что угловое разрешение камеры Perseverance примерно 12500 км на пиксель при расстоянии кометы около 38 миллионов километров от Марса. Поэтому полоса, видимая на изображении, имеет видимую длину около 50 тысяч километров. И это гораздо больше, чем реальный диаметр кометы. Подобные визуальные артефакты уже вызывали путаницу ранее. Так, в марте прошлого года снимки лунного орбитального аппарата показали вытянутый объект, пролетающий над Луной. Однако позже выяснилось, что это был корейский лунный аппарат-искатель из-за относительного движения и параметров съемки. Но тем не менее, по просторам Солнечной системы сейчас мчится чрезвычайно редкий посетитель – межзвездная комета 3i-Atlas. Астрономов поразили не только ее состав, богатый углекислым газом и неожиданные изменения цвета, но и потенциально колоссальные размеры. И это далеко не все странности. Вам понравится. Но, как всегда, обо всем по порядку. Итак, перед нами расцветает комета 3i-Atlas. Будем ее все же так называть. Пока что. Которая неожиданно начала светиться ярко-зеленым цветом, привлекая внимание астрономов со всего мира. Обычно зеленый оттенок у комет связывают с молекулами дикарбона в газовой оболочке, но в случае с этим объектом их почти нет. Астрономы предполагают, что странное свечение может быть связано с редкими химическими веществами или внутренними процессами в ядре кометы при ее приближении к Солнцу. Своего рода переключатели, которые активируются при определенной температуре и заставляют объект резко менять свой облик. Но изменение цвета на зеленый – лишь одна из странностей 3i-Atlas. На данный момент считается, что диаметр ядра объекта может достигать 5 километров. Примерный путь, который преодолевает городской автобус за 10-15 минут или 1 час пешком. Ну или 6 часов ползком на тот случай, если вы шпион. Да, так уж получается, что объект примерно в миллион раз массивнее первого межзвездного объекта Амуамо, вытянутого тела диаметром всего-то каких-то 110 метров. В настоящее время ведется работа по подготовке и использованию камеры Hi-Rise на орбитальном аппарате НАСА для изучения объекта. Высококачественное изображение позволяет напрямую оценить размеры ядра по отраженному свету и тем самым подтвердить или опровергнуть существующие расчеты его масс. Если 3i-Atlas действительно больше 5 километров в диаметре, это сделает его необычайно большим для межзвездного объекта. Такая редкость заставляет задуматься о том, как он мог образоваться и открывает место для обсуждения необычных гипотез, включая возможность искусственного происхождения. Впрочем, в ближайшие недели и месяцы наблюдений могут дать ответы на эти захватывающие вопросы. И я обязательно о них расскажу. Что касается ускорения объекта, то оно составляет примерно 4,6 метра в сутки, что связано с тем, что при нагреве Солнцем комета теряет массу в виде газа и пыли, создавая дополнительное ускорение. Используя данные о скорости выброса вещества, астрономы смогли оценить массу ядра, которая по последним расчетам превышает 33 миллиарда тонн. Эта оценка соответствует верхней границе измерений, полученных с помощью космического телескопа Хаббл и делает 3i Atlas по-настоящему крупным межзвездным объектом. Однако одним из наиболее обсуждаемых явлений за последние дни стало появление так называемого солнечного хвоста, светящегося протяженного образования, направленного, как кажется, не от Солнца, как у обычных комет, а наоборот, к нему. Но как это возможно? Ведь для классических комет характерно, что их хвост формируется под действием солнечного ветра и давления излучения, а значит всегда вытянут в антисолнечном направлении. А в случае с 3i Atlas наблюдается обратная картина. Существует несколько гипотез, объясняющих этот эффект. Наиболее консервативная из них связана с особенностями рассеяния света на полевых частицах. Если кома объекта состоит преимущественно из наночастиц или имеет необычную структуру, свет может преломляться, а также наблюдается эффект дифракции. Явления, при которых волны, световые, звуковые, электроны и другие, огибают препятствия или проходят через отверстия, отклоняясь от прямого пути и проникая в область тени. Это создает впечатление, что свечение направлено к Солнцу. Другая же гипотеза объясняет эффект взаимодействия заряженных частиц с межпланетным магнитным полем. В этом случае траектория выбросов газа и пыли определяется не только солнечным ветром, но и электромагнитными силами, способными формировать необычное направление хвоста. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной неофициальную гипотезу, которая неизменно появляется в обсуждениях. А что, если это вовсе не комета, а маскирующийся инопланетный корабль, использующий хвост как солнечный парус для маневров? С научной точки зрения это, разумеется, крайне маловероятно, но среди астрономов-любителей такая версия пользуется популярностью. Состав объекта также играет важную роль. Наблюдения показали рекордное для известных комет содержание углекислого газа по отношению к воде, что может указывать на необычные условия образования и эволюцию. Газовые выбросы с такой пропорции способны вести себя иначе, чем у привычных водяных комет, создавая локальные светящиеся образования, которые выглядят как обратный хвост. Хотя часть исследователей допускает, что речь может идти о сложном сочетании полевых, газовых и электромагнитных процессов, сторонники альтернативных гипотез видят в таком поведении объекта намек на более глубокую аномалию. С их точки зрения, столь устойчивое и резкое отличие от известных моделей может быть связано с материалами или структурами, которые человечество ранее не встречало. И это можно принять как факт. Волнительно? Да. Но скептис не отступает. Если человечество когда-нибудь получит сигнал от другой цивилизации, то это вряд ли будет похоже на фильмы, где таинственный маяк пробивает тьму космоса с ясным посланием. Вы не одни. Реальность, как это часто бывает, непредсказуема. Поэтому давайте попробуем провести параллель. Помните тот самый, так называемый первый контакт под названием ВАУ? Так вот, если он уже случился, мог пройти почти незамеченным. В виде строчки цифр на распечатке старого радиотелескопа, которые едва не затерялись в архивных ящиках. А все начиналось довольно просто. 15 августа 1977 года в университете штата Огайо оператор радиотелескопа Большого Уха Джерри Эйхман проверял распечатки данных. Как он делал это тысячи раз. Ничего особенного. Столбики цифр, обозначающие уровень радиошума на разных частотах. И редкие выбросы, которые обычно оказывались помехами от земных источников или случайным шумом. Но в этот день его внимание привлекла серия цифр и букв, которые выстроились в одну узкую, но аномально сильную полосу. Сигнал был настолько ярким, что выделялся из статического фона, словно фонарь в ночи. Пораженный увиденным, сотрудник красноручкой обвел последовательность и на полях написал всего одно слово. Вау. Ну или ничего себе. И его чувства можно понять. На первый взгляд это событие можно было бы отнести к курьезам научной истории. Если бы не несколько обстоятельств. Сигнал был длительным. 72 секунды. И это максимальное возможное время прохождения источника через узкий сектор Большого Уха при движении Земли. Он находился в диапазоне водородной линии 1420 МГц, где по международным соглашениям запрещены земные передачи и где астрономы полагали, что гипотетическая инопланетная цивилизация могла бы ввести свои маяки. Он был интенсивным, в 30 раз выше фонового шума и имел форму, ожидаемую для источника, движущегося вместе с вращением планеты. И, наконец, после десятков попыток повторного поиска, он больше никогда не повторился. Никакой последовательности, никакого закономерного источника. И это сразу породило два лагеря. Тех, кто видел в сигнале намек на разумный контакт, и тех, кто искал естественное объяснение. От спутников и радиопомех до микроволновок и томогочи. Разумеется, научной среде принято считать феномен недоказанным. Один раз услышанное нельзя считать подтверждением. Но у сигнала есть удивительная живучесть. В отличие от многих других аномалий, он не оказался легко объясняемым. Каждая гипотеза сталкивалась с противоречиями. И потому история обросла легендами, мифами и страшилками на ночь. И тут в начале 2000-х все чаще стали всплывать идеи о кометах. Кометы испускают облака газа, которые могут взаимодействовать с солнечным излучением и создавать радиоизлучение в диапазоне водорода. Так, в 2016 году профессор астрономии Антонио Перрис предложил конкретную версию. В зоне, откуда пришел ВАУ-сигнал, в то время находились кометы 266П Кристенсен и П2008Ю Гипс. Их водородные облака могли создать мощный всплеск на той же частоте, что и загадочный сигнал. Эта идея выглядела аккуратно, все естественно, все объяснимо. Но быстро появились вопросы. Главный из них – слишком уж чистым был профиль сигнала. Кометное излучение обычно растянуто во времени и пространстве. Оно не дает такого четкого одиночного пика. Кроме того, данные о положении комет в 1977 году оказались неточными. И не все астрономы согласились, что они действительно пересекали нужный сектор неба. В итоге, кометная гипотеза осталась на полпути. Вроде бы правдоподобна, но слишком много «если». И вот теперь, почти полвека спустя, появляется тот самый загадочный 3i-атлас. А что если источником того самого сигнала мог быть вовсе не комета, не случайный фон и даже не радиопомеха, а межзвездный странник? Объект, который летел мимо Солнечной системы, возможно, вовсе не был обычным куском льда и камня. И если так, то сигнал 1977 года мог оказаться самым первым приветом от межзвездного объекта, чей визит мы запечатлили, но не глазами телескопов. Конечно, гипотеза звучит провокационно. Она поднимает больше вопросов, чем дает ответ. Мог ли межзвездный объект излучать на частоте водородной линии? Естественным образом маловероятно. Значит, снова встает намек на искусственное происхождение. Но тогда чей был сигнал? Случайный радиошум от далекого звездолета? Намеренный маяк? Или вовсе продукт самовнушения, где на каждый необычный камень мы надеваем маску зеленого человечка? Как оказалось, здесь наука и воображение встречаются на границе. Без повторного наблюдения мы остаемся в плену догадок. Один единственный сигнал не доказывает ничего. Однако, приверженцы идей о внеземных цивилизациях утверждают, именно такие редкие аномалии и могут быть ключами к разгадке. В конце концов, межзвездные гости вроде Амуамуа и 3i Atlas уже подтвердили. Космос полон странников, пролетающих мимо нас без разрешения, о которых мы прежде и не подозревали, если бы не технологии. Почему же один из них не мог подать сигнал? А может быть, они уже сделали это? Загадка вау-сигнала оказалась на пересечении двух традиций. Одна – строгая скептическая наука, которая требует многогранных доказательств, статистики и воспроизводимости. Другая же – человеческая тяга к открытиям, готовность увидеть знак там, где, возможно, скрывается случайность. Будет ли что-то подобное с объектом 3i Atlas, покажет лишь время. В любом случае, истина, как часто бывает, может оказаться где-то посередине. А как думаете вы? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА